Об этом раньше даже мечтать было невозможно. Не то, что воплотить в жизнь. Но медицина не стоит на месте. Самопроизвольные роды после одного кесарево сечения сейчас уже не редкость и даже не предел возможности современного акушерства. В Раменском центре материнства и детства на днях приняли третьи роды у женщины с двумя рубцами после операции кесарево сечения. Такие женщины встречаются редко, но данная женщина, у нее был очень позитивный настрой, большое желание рожать только самопроизводно. Пройдя через две операции, она понимала, что это такое, а к нам она уже поступила, зная, что у нас были такие ситуации, и была настроена только на самопроизвольные роды. Честно, она себя чувствует хорошо, удовлетворительно, очень довольна тем, что все у нее получилось. Есть сайт специальный, я туда зарегистрировалась и наблюдала, кто как, чего. Потому что уже второй раз хотелось самой, а не получилось. Вот и в третий раз тоже увидела девушку, что тоже после двух родила кесаревых. И самой тоже захотелось попробовать. Очень большое желание было. И моя мечта осуществилась. Как вы себя чувствуете после родов? Очень хорошо, все прекрасно. Ощущения совсем другие. И восстанавливаешься, естественно, лучше. Олеся в Раменский центр материнства и детства приехала целенаправленно из Белозерска. Ее опыт показал, что с выбором она не прогадала. Благодаря сотрудникам роддома на свет естественным путем появилась ее дочка Алина. Весом 3 килограмма 220 грамм и ростом 52 сантиметра. Это третий ребенок в семье – долгожданная девочка. Попасть сюда несложно. Если где-то кто-то наблюдается в другом городе, нужно к своему женскому врачу, который наблюдается, взять направление, позвонить там, запишут и сюда добро пожаловать, как говорится. Восстановление после самопроизвольных родов самих женщин происходит быстрее. Женщины более активны. Они в первые сутки активно общаются с малышом, ходят, начинают кормить. Они не находятся в отделении реанимации. Они более адаптированы к послеродовому периоду. Соответствующее их состояние, как и физическое, так и душевное, значительно-значительно лучше. Вместе с Олесей в палате находится Елена Израменского, которая тоже смогла после одного кесарево сечения родить второго ребенка самостоятельно. Дочка Эмилия появилась на свет с весом 3 килограмма 120 грамм, ростом 50 сантиметров. Изначально я планировала кесарево, но последний месяц пришлось перестроиться, настроиться на естественные роды за месяц. Получилось. И в итоге все прошло хорошо, в принципе. Я, в общем-то, не жалею. За третьим придете сюда? Надо подумать еще. Возможно. Хочется поздравить от лица нашего роддома, наших прекрасных дам, которые поверили нам и пришли к нам в роддом именно за тем, чтобы родить самопроизвольно. Сами врачи, которые ведут роды, они очень бдительно подходят к этому вопросу. Естественно, в наших стенах проводится современное наблюдение в течение родов, такие как кардиотокография, такие ультразвуковые исследования в процессе родов, но и также и после рождения уже. Статистика Раменского центра материнства и детства за почти два года работы говорит о очень хороших результатах. С января 2018 года по сей день в центре было принято свыше 120 самопроизвольных родов. У женщин с одним рубцом на матке, а с двумя рубцами – шесть родоспоможений. Роды, конечно, заслуживают особого внимания. Такие роды, как правило, проходят при развернутой операционной. То есть дежурная бригада врачей, которые проводят эти роды, они всегда готовы в любой момент завершить роды оперативным путем. При малейшем отклонении от нормального течения родовой деятельности. Либо при появлении признаков гипоксии плода, либо при проявлении слабости и так далее. Персонал вообще очень хороший, все дружелюбные, все помогали. Кто-то там гладил по голове, кто-то еще что-то. И сам роддом мне нравится, кто-то такой спокойный, комфортный. Все оборудование, все понравилось. Сотрудникам я хочу сказать, что они очень помогли мне. В самом конце много врачей собралось, и все заведующие. И, наверное, бы не получилось в итоге так все, потому что были какие-то осложнения. И очень большая поддержка от них была. Далеко не во всех учреждениях здравоохранения Московской области способны принять роды с двумя рубцами. Поэтому в Раменское приезжают женщины из соседних районов. Марина Миткевич, Антон Карташов для программы «Городские вести».